Самые распространенные мифы о ночном светиле или лунный заговор? Материал с разрешения автора взят с Яндекс Дзен канала путешествия Бонифация, ссылка на источник в описании. Луна всегда повернута к нам одной стороной. Обратную сторону удалось увидеть только в 1959 году с помощью фототелевизионных камер межпланетного аппарата Луна-3. Существует и третья сторона Луны, тайная, вымышленная. Ее невозможно увидеть глазами, но обсуждают ее гораздо чаще и яростнее, чем наблюдаемые две. После того, как в 1610 году Галилео Галилей взглянул на Луну через свой телескоп и увидел там горные хребты, каньоны и прочие объекты, характерные для земной географии, европейская наука единогласно постановила наш естественный спутник – уменьшенная копия Земли. Астрономы продолжали так считать на протяжении двух с лишним веков, но появление более сильных телескопов убедило ученых. Хотя она внешне похожа на Землю, на ней нет плотной атмосферы, а пресловутые моря – просто области, покрытые более темными породами. Одна из наиболее оригинальных теорий утверждала, что природа на Луне живет циклически. Когда начинается двухнедельный лунный день, замерзший воздух тает, испаряется, создавая атмосферу, и лунные твари выползают из щелей и трещин, чтобы погреться на солнце. Эту гипотезу, к примеру, обыграл Герберт Уэллс в своем знаменитом романе «Первые люди на Луне» 1901 год. Согласно другой версии, обратная сторона Луны под приливным воздействием Земли должна быть вогнутой с большим количеством впадин, благодаря чему там могут сохраняться остатки атмосферы. Этот вариант тоже нашел отражение в литературе. В трилогии Ежжулавский, состоящий из романов «На серебряной планете» 1903 год, «Победитель» 1910 год и «Старая Земля» 1911. Чем дольше люди наблюдали за Луной, тем яснее становилось, что жизни там нет. Хотя в 20-е годы еще писали о том, что в горячих жерлах вулканов возможно есть растительность. Это уже воспринималось как фантастика. По мнению научного сообщества, на Луне не могло возникнуть ничего сложнее одноклеточных микроорганизмов. Жирную точку в этом вопросе поставил советский межпланетный аппарат «Луна-3», сфотографировавший 7 октября 1959 года обратную сторону Луны. Земляне увидели на фото всю ту же мертвую поверхность, присыпанную пылью. Впрочем, среди мечтателей недолго царило уныние. Вскоре очень популярной стала теория полы Луны. С 19 века считалось, что Луна сформировалась из протопланетного вещества вместе с Землей или откололась от нее позднее. Таким образом, плотность ночного светила должна быть близка к плотности нашей планеты. Однако видимый размер Луны и ее расчетная масса указывали на то, что плотность спутника намного меньше – около 60% от земной. В 1962 году доктор Гордон Макдональд из НАСА заявил, что есть только одно объяснение аномально низкой плотности – Луна полая. Его поддержал доктор Гарольд Урый, лауреат Нобелевской премии по химии. За идею уцепились фантасты и уфологи. Они начали писать о том, что внутри Луны должна была развиваться жизнь, что там есть цивилизация селенитов и прочее в том же духе. Наиболее известное произведение того времени, в котором популяризируется теория полой Луны – фантастическая повесть Николая Носова «Незнайка на Луне» 1964-1965 годы. Но, пожалуй, самую экстравагантную гипотезу предложили журналист Михаил Хвостунов, Васильев и инженер Александр Щербаков в статье «Луна – искусственный спутник», опубликованный 10 января 1968 года в газете «Комсомольская правда». В ней они утверждают, что Луна – колоссальный звездолет, прибывший из глубин космоса. И объясняют этим все странности. Толщина металлических стенок звездолета достигает нескольких десятков километров. Сверху они покрыты специальной теплозащитной обмазкой. А ложе лунных морей – защита, восстановленная после столкновения с массивными метеороидами. Авторы статьи также подсчитали возраст корабля – 40 миллиардов лет, то есть гораздо старше нашей Вселенной. Дескать, строители Луны могли быть еще и создателями всего нашего мира, фактически богами. Может быть, пришельцы до сих пор покоятся во внутренней полости Луны. А может быть, не покоятся, а вмешиваются в дела нашей цивилизации. Теория рухнула под напором фактов. Сначала астрофизики на моделях показали, что существование полой Луны невозможно. Гравитационные силы просто разрушат сферу таких размеров, если она сложена из известных нам материалов. А установленные астронавтами американской программы «Аполлон» автоматические сейсмографы подтвердили, что никаких значимых полостей внутри Луны нет. Зато есть маленькое ядро. Его незначительная масса и объясняет заметное расхождение по средней плотности. Казалось бы, все ясно, но тут любители конспирологических фантазий предложили другую теорию. А кто может подтвердить, что американцы вообще были на Луне? Первые заявления о том, что полеты американских астронавтов на Луну были инсценировкой, прозвучали еще в те времена, когда НАСА посылало туда одну экспедицию за другой. Но тогда они не вызвали интересы. Всего в период с 68 по 72 годы состоялось 9 экспедиций, 6 с высадкой на поверхность и 3 без высадки. Потом американское правительство заморозило, а чуть позже окончательно закрыло программу «Аполлон». Главная задача опередить русских была достигнута, а каждый новый космический полет очень дорого обходился налогоплательщикам. Несмотря на то, что за годы реализации программы «Аполлон» и после ее завершения были опубликованы сотни тысяч различных документов, научных статей, популярных книг, документальных фильмов, интервью и мемуаров астронавтов, нашлись люди, которые поставили все это необъятное множество свидетельств под сомнение. В 1976 году американский писатель Билл Кейсинг выпустил книгу «Мы никогда не были на Луне», который доказывал, что все полеты астронавтов программы «Аполлон» сфальсифицированы. А те из ученых и астронавтов, кто выступил против глобального обмана, были устранены. Причины такого поступка не ясны, но есть версия, что Кейсинг просто хотел поправить свое финансовое положение. Впрочем, не встанем нарушать презумпцию невиновности, к ней мы еще вернемся, и будем считать, что писатель был искренен в своих подозрениях. Основные претензии Билла Кейсинга сводились к следующему. Технология не позволяла отправить человека на Луну. На фотографиях, снятых там, отсутствуют звезды. Фотопленка, используемая астронавтами, должна была расплавиться под воздействием солнечных лучей. На самих фото много оптических аномалий. На кинозаписи виден развивающийся флаг, чего не может быть в вакууме. После посадки должен был образоваться кратер, чего не наблюдается. К теории лунного заговора начали присоединяться и другие конспирологи, среди которых хватало технических специалистов. Поэтому она стала обрастать ореолом правдоподобности. Сегодня она выглядит примерно так. Американское правительство изначально знало, что не сумеет справиться со сложнейшей задачей отправки пилотов на Луну до конца десятилетия, как завещал президент Джон Кеннеди. Поэтому параллельно с обычной подготовкой запустило проект по созданию фальшивки, в котором приняли участие спецслужбы, агентства, корпорации, астронавты, руководители полетов и целая армия инженеров. Главная роль при этом досталась великому режиссеру Стэнли Кубрику, который снял в павильонах Голливуда исторические кадры высадки на Луну. Теория лунного заговора по сей день остается на слуху. Ведь время идет, и непосредственных участников событий становится все меньше, а желающих разоблачать все больше. НАСА с какого-то момента просто перестало вступать с конспирологами в дискуссию, публиковать опровержения и прочее, потому что вещественных доказательств реальности полета, включая привезенные астронавтами лунный грунт, который может заказать для исследований любой компетентный специалист и выложенный в свободный доступ архив документов, более чем достаточно. К примеру, любой, кто хотя бы мало-мальски знает историю космонавтики, легко ответит, почему не плавилась пленка в фотокамерах астронавтов. Ровно по той же причине, почему не расплавилась пленка в советском межпланетном аппарате Луна-3. Для нее была предусмотрена специальная теплозащита. Еще задолго до того, как Аполлон стартовал к Луне, научное сообщество было твердо уверено, что лунные условия непригодны для появления и развития даже простейших форм жизни. Тем не менее, специалисты НАСА настояли на применении специальных мер, которые предотвратили бы возможное проникновение лунных микроорганизмов на Землю. Для этого на территории Центра пилотируемых космических полетов в Хьюстоне была построена лунная приемная лаборатория. В ней разместились три зоны. Зона экипажа, рассчитанная на изолированное проживание в течение трех недель. Зона для образцов лунного грунта с вакуумными камерами, где образцы хранились и анализировались. Административная зона с лабораториями, офисами и залами для конференций. Первые две зоны были отделены от внешнего мира биологическим барьером. Сразу после посадки в Тихом океане астронавты пересаживались из командного модуля корабля в надувную лодку, надевали костюмы биологической защиты, а затем переходили в герметичный фургон, которым их доставляли в Хьюстон. Несмотря на эти ухищрения, за всю историю программы Аполлон ни одного лунного микроба поймать не удалось. Во время Второй мировой войны инженеры Третьего рейха сумели породить несколько проектов, которые по тем временам считались фантастикой. Тяжелые баллистические ракеты, крылатые самоуправляемые бомбы, ракетные истребители, электронно-вычислительные машины, урановый реактор для субмарин, летающие дискообразные аппараты. Специалисты войск антигитлеровской коалиции, работавшие после войны с трофейными документами и опытными образцами, были потрясены размахом этих разработок проектов. Казалось, что сумрачный германский гений и в самом деле совершил прорыв в будущее, поэтому почти сразу после войны поползли слухи. Если нацисты располагали такой уникальной техникой, то может быть некоторые из лидеров Третьего рейха сумели бежать из горящего Берлина на ракетах или дискообразных аппаратах, спрятались в тайном месте и теперь готовят чудовищную армаду для нанесения удара возмездия. Первым эту идею использовал в художественном тексте американский фантаст Роберт Хайнлайн, выпустивший в 1947 году роман «Ракетный корабль Галилей». Сюжет романа нечаянно породил еще одну конспирологическую теорию. Нацисты воспользовались своими передовыми технологиями, чтобы добраться до Луны. Земные правительства знают об этом, но тщательно все скрывают, чтобы не спровоцировать очередную мировую войну. Впоследствии теория стала популярной, обыгрывалась в комиксах, фантастических романах и уфологических книгах. Но самое оригинальное абсурдное прочтение этой идеи показал финский режиссер Тима Вуоринцола в фильме «Железное небо», 2012 год. Могло ли подобное произойти в действительности? Разумеется, нет. Несмотря на определенные успехи, гитлеровские инженеры не сумели выйти за рамки известных технологий. Ни баллистические ракеты, ни дискообразные летательные аппараты, ни ракетные самолеты не развивали скорости, достаточные для выхода на орбиту Земли, а уж тем более Луны. В 90-е годы наконец-то были рассекречены документы, связанные с советской лунной программой. Стали известны названия проектов, появились технические описания ракет-носителей и космических кораблей. Начали публиковаться мемуары разработчиков лунной техники. Разумеется, все это изобилие информации не осталось без внимания конспирологов. Появилась версия, что раскрыта далеко не вся правда о космических проектах СССР, что в действительности советские космонавты дважды пытались высадиться на Луне и дважды потерпели неудачу. По версии этого мифа, первую попытку совершил никто иной, как Юрий Гагарин, отправившийся к Луне на корабле 7К Л-1 Зонд-4 2 марта 1968 года. Он стартовал с космодрома Байконур, облетел Луну, но что-то пошло не так, и корабль взорвался. Гибель первого космонавта советские власти засекретили, а через 20 дней, 22 марта, инсценировали его смерть в банальной авиакатастрофе. В этой истории ложь смешана с правдой. Юрий Гагарин действительно участвовал в запуске Зонда-4, но как член группы управления полетами. Сразу после старта он отправился с группой офицеров в Евпаторию, где находился центр дальней космической связи, чтобы следить за работой беспилотного корабля, задачей которого было облететь Луну и вернуться на Землю со второй космической скоростью. Корабль действительно потерял управление и при входе в атмосферу был уничтожен. Юрий Гагарин еще некоторое время оставался в Евпатории и 9 марта отметил там свой день рождения вместе с друзьями-космонавтами и жителями города. Вторую попытку долететь до Луны советские космонавты якобы предприняли в ноябре 1968 года, пытаясь на корабле 7К Л-1 Зонд-6 опередить запуск американской экспедиции Аполлон-8. Корабль успешно облетел естественный спутник, но при возвращении спускаемый аппарат разбился, поэтому власти якобы скрыли факт присутствия космонавтов на борту и факт их страшной гибели. Такой запуск состоялся в реальности и прошел именно так, как описывают конспирологи. Только на борту не было космонавтов, корабль Зонд еще не приспособили для полета человека. Главная же проблема конспирологической версии в том, что описанные случаи никак не связаны с гипотетической высадкой космонавтов на Луну. Для нее нужен совсем другой корабль, а также огромная ракета Н-1, которая несмотря на 4 запуска так и не смогла вывести на орбиту полезный груз. Если нет соответствующей ракеты, нет и полета к Луне. Что, впрочем, не мешает фантазировать на эту тему, как сделали создатели фильма «Аполлон-18» 2011 год, в котором с большой достоверностью показаны и мифическая военная экспедиция американских астронавтов и останки советского космонавта, который все-таки добрался до Луны, после чего погиб в схватке с местными агрессивными формами жизни. А создатели псевдодокументального фильма «Первые на Луне» 2005-й показали фантастическую историю, потому в 1938 году в Советском Союзе были созданы все условия для запуска космического корабля на Луну. Фильм снят в духе репортажа расследования, зрителю показывают документы, кадры кинохроники, секретные записи, рассказы очевидцев. В целом создается впечатление колоссального научно-технического прорыва, обеспечившего драматический полет и успешную высадку советского офицера на Луну. Жаль, что это всего лишь фантазия. В 1993 году вышла невзрачная брошюра некоего доктора филологических наук Р.С. Катца под названием «История советской фантастики». В книге достаточно детально, с большим количеством ссылок и иллюстраций излагалась история становления научной фантастики в СССР. Причем в центре внимания оказалась лунная тематика. Однако знатоки жанра сразу заметили множество нестыковок и анахронизмов. Более внимательное изучение текста показало перед нами искусно сделанная мистификация, фантастическая повесть об альтернативном СССР, маскирующаяся под серьезное исследование. Автором мистификации оказался небезызвестный критик Роман Арбитман. Хотя замысел мистификатора был раскрыт, повесть пользовалась такой популярностью, что некоторые изложенные в ней факты до сих пор используются в псевдодокументальных фильмах, посвященных страшным тайнам Луны. А сам текст выдержал четыре издания. Если вы думаете, что сторонники полой Луны отказались от развития своей теории, то ошибаетесь. Наоборот, она получила новые факты в свое подтверждение. Конспирологи задались вопросом, а почему, собственно, США так внезапно прервали полеты на Луну? А СССР не только не попытался догнать и перегнать, но и засекретил свои лунные проекты на десятилетия. И мгновенно придумали ответ, потому что Луна уже занята цивилизацией, которая по своей мощи намного превосходит земную. Предпосылки к возникновению такой теории появились давно. Астрономы времен Галилея замечали странные вспышки на лунной поверхности, но принимали их за извержение вулкана. Когда наблюдения стали достаточно регулярными, появилась нужда в регистрации кратковременных лунных явлений, или LTP – Lunar Transit Phenomen. С 1957 года их заносят в специальный каталог, разделяя на несколько типов. Изменение внешнего вида и четкости изображения деталей рельефа, изменение яркости и резкие вспышки, изменение цвета лунного объекта, появление или исчезновение темных пятен, удлинение лунных рогов, аномальные явления во время покрытия звезд Луной, нестационарные явления во время лунных затмений, движущиеся объекты. Вот только некоторые из зарегистрированных LTP. В мае 1964 года американские астрономы целый час наблюдали над морем спокойствия белое пятно, перемещавшееся со скоростью около 32 км в час. Любопытно, что оно постепенно уменьшалось в размерах. Несколько позже, в июне, те же наблюдатели зафиксировали пятно, двигавшееся со скоростью около 80 км в час. В лунную ночь 1966 года английский астроном, разглядывая дно лунного кратера, заметил странные полосы, которые из черных превращались в зелено-коричневые, затем расходились по радиусам, меняли форму, росли и к лунному полудню достигали максимальных размеров. К лунному вечеру они съеживались, блекли и, наконец, исчезали вовсе. В сентябре 1967 года канадские астрономы зафиксировали в море спокойствия темное тело с фиолетовым оттенком по краям, совершавшее в течение 10 секунд движение с запада на восток. Тело исчезло вблизи терминатора, линии разделяющие освещенную и теневые стороны небесного тела, а через 13 минут около кратера, расположенного в районе движения пятна, на долю секунды вспыхнул желтый свет и так далее и тому подобное. Некоторым ЛТП нетрудно найти природное объяснение. Выход газов из трещины, последствия тектонической деятельности, падение метеороида, однако подавляющее большинство остается загадкой. Впрочем, у конспирологов уже есть подробные версии произошедшего. В 2007 году консультанты по научным вопросам Ричард Хоуленд и Майк Бара выпустили объемную книгу «Темная миссия». Секретная история НАСА, в которой собрали огромное количество фактов, включая ЛТП, которые якобы свидетельствуют о присутствии на Луне могущественной космической цивилизации. Они заявили, что НАСА само выдумало теорию лунного заговора, чтобы отвести глаза от более важной и сенсационной информации. По мнению авторов книги, еще в период полетов кораблей Аполлон американское правительство вступило в контакт с селенитами и теперь получает от них готовые технологии для достижения тотального превосходства над остальными державами. Поэтому НАСА всячески препятствует сбору подлинной информации о Солнечной системе, так что наши знания искажены фальсификаторами. И вот тут приходится признать, опровергнуть теорию Ричарда Хогланда и Майка Бара невозможно, потому что она основана не на смутных подозрениях, как все предыдущие, а на вере в истинность заведомо фантастического допущения. А вера, как известно, не опровергается научными доводами. Хорошо известен эффект большой Луны. Проявляется он в том, что когда Луна находится низко над горизонтом, то выглядит намного больше по размерам, чем в положении около зенита. В действительности видимые размеры Луны не меняются. Это иллюзия, которую порождает наш мозг. Конспирологические теории можно считать такой же иллюзией. При внимательном рассмотрении они оказываются плодом воображения, оперирующего мнимыми явлениями и невероятными событиями. Все они без исключения разновидность фантастики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова